Около 400 подарков, 11 семей, 80 юных волокжан, для которых в предновогодние дни произошло чудо. Все это итоги городской службы Дедов Морозов. Это проект, который впервые был организован в областной столице. В течение месяца в Волокжане предприятия города собирали подарки, а Деды Морозы вручали их многодетным семьям. Самые яркие моменты волшебной акции смотрите в следующем материале. Здравствуйте! 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 Первый появляется Снегурочка. У новогодних волшебников предприятия Волок-Догор-Теплосеть свой сценарий. Конечно, без Деда Мороза праздновать Новый год нельзя, поэтому его надо дружно позвать. Здравствуйте! Здравствуйте, мои хорошие! Здравствуйте, мои милые! Какие большие все! В семье Старостяных 15 детей, 12 из которых приемные, каждому сладости и подарки. И сюрприз для всей семьи и пылесос, чтобы в доме было чисто и уютно. Приятно, когда дарят подарки, когда рады дети, когда рады взрослые, родители. Хорошо, что существует такой проект в городе. Чудесный праздник постучался и в двери многодетной семьи Зязиных. Дед Мороз пришел с гостями и, конечно, подарками. Мяч, книги, коньки, развивающие игры. Обеспечены веселые новогодние каникулы, еще и согретая чашка чая из нового сервиза. Новогоднее настроение уже есть, но сейчас еще больше подняли и детям, ну и родителям. Поднять новогоднее настроение и подарить волокжанам атмосферу праздника и сказки – такая же цель была и у городского проекта «Служба Дедов Морозов». Акция проходила в новогодней столице Русского Севера в этом году впервые и объединила 11 городских компаний и около сотни простых волокжан. Участие в подобных проектах для сети народных ресторанов «Огород» стало доброй традицией. Поздравляем всех с засыпающим Новым годом и Рождеством. Пусть исполняются все самые заветные желания. Подарки несли в службу Дедов Морозов. Информационный центр «Волок-де-Портал» приносили на стадион «Локомотив», где во время молодежного праздника работали волонтеры проекта. В общей сложности собрали около 400 подарков. Часть передали в семьи напрямую, остальные – через центр помощи семье и детям. Мы даже не ожидали, что в ходе проекта такое большое количество волокжан предприятий города присоединиться к нам. И благодаря общей помощи где-то 300, около 300 подарков мы передали в территориальный центр помощи семье и детям. Конечно же, мы все это распространим особо нуждающимся, проедем по адресам, поздравим детей и принесем им праздник. Но сейчас это особенно важно для детей, которые нуждаются в поддержке, в подарках, в каком-то чуде. Служба Дедов Морозов юным волокжанам и их родителям помогла вновь поверить в чудо и даже стать его участниками. Самые волшебные моменты проекта смотрите на сайте «Волок-де-Портал», где размещен онлайн-дневник проекта. Мария Поздеева, Максим Тышковец, Волок-де-Портал.